привет друзья сегодня я хочу вам показать процесс работы над одним из заказов мы будем рисовать кошку черепахового окраса как вы знаете с таким окрасом бывают только девочки на поэтому эта кошка у нас идет окрас из трех таких цветов то есть довольно светлый практически белый оттенок потом рыженький и черный все они вместе миксуются в шерсти и получается вот такой интересный оттенок я прикреплю референс ту фотографию по которой мне нужно сделать этот заказ она довольно темная да такая немножечко немножко мрачная но у меня есть другие референс этой кошки поэтому мы берем отсюда позу и я так немножко подсматриваю на другие фотографии чтобы правильно передать оттенок ее шерстки один ее портрет этой кошки я уже делала тоже его вам покажу там была другая поза и вот потом решили сделать еще один такой второй портрет сегодня хочу показать вам работу над глазками то что находится вокруг то есть вот такую центральную область мордочки я думаю это будет самое интересное да потому что обычно по ходу работы я начинаю ну конечно сначала я намечаю рисунок потом я делаю фон фон у меня готов здесь наполовину потому что скорее всего здесь я буду его немножечко где-то вот так вот рукой пододвигать может какая-то грязь появится поэтому в таком случае я делаю обычно его наполовинку работаю с этой областью и потом постепенно ухожу вниз я работаю на бумаге пастель мат это абразивная бумага она плотненькая она удобная и вот на ней практически все заказы да и другие работы я делаю иногда да там бывает чуть-чуть юарты иногда сонелье но в редких случаях если это постель я всегда использую постель мат и так будем и потихоньку с вами начинать обычно делаю я ушки сначала но вот сегодня сделаем глаза у меня иногда такое бывает что я начинаю глаза делать потому что их можно довольно четко обозначить и от них удобно вот так в разные стороны расходиться основной рисунок у меня есть то есть основной я наметила плюс вы можете заметить что освещение оно так как довольно темное на фотографии то и зрачки у нас такие крупные практически во все глаза такие увеличены да поэтому много будет достаточно черного и интересным будет момент работы с самими зрачками тоже потому что мы не будем их с вами да просто закрашивать едино каким-то черным цветом нам все равно нужно будет добавлять туда оттенки и плюс так как форма глазика она округлая то и сам зрачок как такой глянцевый он должен тоже блестеть будет парочку может быть каких-то новых лайфхаков что-то интересное какие-то новые способы расскажу вам которыми я сейчас пользуюсь потому что иногда бывают у меня какие-то добавления и с чего хочется начать да это может быть не совсем классический вариант но тем не менее иногда как я делаю то есть сначала я контуру обвожу самого глазика не карандашом иногда я добавляю какой-то маркер фломастер обычно не яркий то есть чтобы он не просвечивал насквозь бумагу за счет этого я как бы заполняю контур и мне это позволяет дать такой дополнительный темный цвет уже вокруг то есть первый слой это вот провод недавно я начала делать такие моменты потому что некоторые фломастеры особенно тоненькие самые самые простые да такие самые дешевые работают неплохо то есть у меня он размазывает вот этот первый черный слой получается более четкий контур то есть фломастер знаете в таком состоянии выдавшись выдавшимся скажем так то есть он рисует не супер ярко и он как такой вот карандаш и который не смывается он помогает мне вот этот темненький черный контур сделать это удобно потом я добавляю уже карандаши потому что изображение еще небольшое вы заметили да там относительно там кистей рук например то есть вот небольшая у нас такая голова сам рисунок 21 на 30 поэтому хочется больше четкости и пастельный карандаш и особенно если мягкий черный бывает что они дают какой-то супер широкую линию мне хочется вот такой прям больше больше конкретики потому что черного в принципе довольно много нашей кошечки в общем чтобы не смазать я иногда делаю вот такую подстраховку с помощью фломастера или тоненького маркера бывает даже что я могу практически полностью закрасить наши зрачки то есть вот так вот даже могу их под закрасить что кстати забыла сказать про бумагу да наверно будут вопросы относительно бумажки почему она у нас такая светло-зеленая ну во первых потому что я покупала набор из пяти листов пастельмата 50 на 70 на маркетплейсе да и цена была хорошая да потому что дорожают конечно товары и вот я нашла очень неплохую цену на пастельмат и он был в таком оттенке я подумал что он более-менее такой нейтральный раньше я всегда какие-то для подобных вещей сероватый бежеватый использовала но вот такой вот он относительно не яркий зеленый он называется светло-зеленый это светло-зеленый оттенок пастельмата он тоже выглядит неплохо и что еще интересный как это можно использовать в наши рыжие кошки ну не рыжий с рыжими оттенками скажем так мы можем использовать с вами довольно локальные прям такие яркие цвета оранжевых рыжих и других карандашей и они не будут смотреться какими-то супер безумными яркими потому что все равно там чуть-чуть немножко бумажка будет добавлять свой оттенок поэтому вот я использую то что есть можно сказать и немножко это обыгрываю поэтому вот такого цвета у нас бумага ну и фон тоже она позволяет достаточно сложным сделать в общем оттенок неплохой как вот светло-светло-голубой есть он такой в серый еще серый потемнее коричневатые оттенки вот такого плана как цвета который знаете такие относительно спокойные которые не отвлекают если вы что-то натурально дорисуете природные формы либо животных анималистику очень удобно какие-то такие нейтральные оттеночки и они знаете как-то не сильно раздражают потому что когда долго рисуешь понятно на каком-то ярко-рыжим ярко-красным ярко там еще каком-то сложно рисовали глаза будут уставать здесь работа происходит более менее спокойно и с нашим фломастером получается я бы так покрыла то есть мы нашли глаза на где они находятся и теперь с помощью черного карандашик он у меня такой относительно остро до заточен плюс-минус я не впадаю знаете в какой-то очень фанатизм что прям вот супер каждый раз остро затачивать карандаши то есть достигаю какого-то определенного момента остроты потому что все равно если у вас будет прямо острый острый до такой прям как иголочка кончик он все равно быстро стачивается важно по длине и освободить карандаш чтобы его просто нам в таком вот определенно тонком состоянии хватило на длительное время и уже по слою который мы сделали до этого я обрисовываю наши глаза посмотрим сейчас сколько с вами успеем потому что вот вся эта работа самый знаете частый вопрос но один из что касается его заказа до таких работ спрашивают сколько времени занимает портрет я обычно забываю всегда считать вот сколько лет это дело всегда забываю там как-то серьезно подсчитать поставить таймер и прочее хотя многие художники это делают как-то я игнорирую обычно этот момент потому что работа идет подходами то есть равно на что-то отвлекаешься но вот так концентрированный я как-то записывалась вот самый минимум наверное знаете если прям вот сесть и очень 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 быстро все это делать это может где-то 67 часов прям реального времени а так конечно там 9 10 и 12 если там большие работы там много много часов там больше 20 конечно часов все это уходит если мы считаем с вами именно время самого рисования да поэтому за один день до можно сделать работу если работа большая то два дня самая быстрая ну и так далее да если не на какие другие факторы не отвлекаться черный карандаш у меня фаберкастл будем параллельно говорить с вами и у разных карандашиках потому что тоже это все очень очень полезно будет часто использую я если особенно большую часто какие-то угольные карандаши по моему уже мало каких-то длинных таких цельных у меня осталось даже здесь не видно это был кафе норовский угольный карандаш яркий мягкий очень неплохой и кстати тоже угольный очень очень здоровский карандаши есть у фаберкастл это все-таки пастельный а есть угольные знаете как он выглядит вы может быть обращали внимание все-таки фаберкастл у нас много где есть в разных в разных магазинах он такой вот черный соответственно сам сама вот эта бла . деревянная и он не заточен то есть он по форме как бы такой цельной без заточки изначально вы покупаете сами затачивать он очень мягкий очень яркий но по-моему она меня не дома где-то в студии был дома у меня его нету но угольный на самом деле любые можно брать кафе норовский тоже хорошо просто вот этот он более тверденький и поэтому так вот деталек получается побольше бывает что я делаю сочетание то есть и угольные карандаши на темных формах вот типа зрачков использую а потом доделываю уже более тонкими так получается более четкий контур да такое ровненькое заполнение и так далее поэтому можно миксовать не обязательно что вы одну форму делаете одним карандашом то есть нет обязательно разные разные подключайте и я немножечко выхожу сейчас за пределы глазика то есть смотрю где там у меня есть черные моментики учитывая то что мы с вами фон не заполнили еще фон но я имею ввиду вот основной такой рыжие пространство вокруг глазика чтобы кошка да у нас была не зеленая понятное дело я могу с черным немножко больше заполнять участки пятнышки где идет темный цвет потому что потом все равно скорее всего я чуть-чуть зайду где-то на эти участки с рыжим вот это учитывая я немножко могу их делать более обширными да и то же самое с рыжим то есть работа будет идти в несколько этапов мы с вами будем перескакивать с одного цвета на другой иначе здесь особо не получится в силу того что вот у нас такой интересный окрас черепаховый очень красивый красивые кошечки но их бывает довольно сложно рисовать потому что пятнышек много и нужно прямо следить где мы с вами находимся что мы именно делаем чтобы передать вот эту форму понятно да там где-то шерстинки могут немножко отличаться да там передвинули они в одном месте в другом я имею виду что недосконально мы это можем сделать но вот саму форму расположение этих пятен мы повторяем поэтому удобнее всего будет начать от общего к частному то есть раскидать вот так самые крупные элементы самые темные чтобы у нас с вами было представление где вообще у нас находится темные места где находятся светлые и вот с этой зоны будем работать потом я уже наверно доделаю ушки и нижнюю часть дам то есть глазки мы с вами бровки все что ниже глаз постараемся вместе сделать так с правой стороны у нас темненького побольше да больше черного поэтому его здесь добавляю левая страна более такая рыженькая притом сам вот этот окрас он и на фотографии тоже бывает разный это такая же история как у рыжих кошек например они при одном освещении могут смотреться более желтенькими при другом освещении она они становятся более какими-то розоватыми коричневатыми вот здесь тоже от света много зависит потому что потом когда вот первую готовую работу не а заказчику показывала то он говорит что поражение сам цвет вот в жизни он более как бы оранжевый не настолько желтый не настолько бежевый как вот у меня изначально получился либо опять же как он выглядел на фотографии потому что фотографии тоже это все мы могут по-разному передавать очень много нюансов именно вот с такими сложными оттенками сложными сочетаниями ну что примерно так мы расположили эти пятна где-то если видим дополнительно темные элементы тоже можно так вот чуть-чуть добавить сделаем с вами с коричневым наверное еще подложку а потом уже приступим к глазкам хочется чтобы вокруг них было вот такое уже близкое к нужному цвету пространство еще что хотела вам рассказать помните было видео про монолитные карандаши в общем вода видите что происходит сейчас покажу вам кое-что мой набор от малевича который делали обзорчик он такой меня грязненький немножко это неспроста потому что утром я проснулся того что мой кот уронил вот этот набор который был на столе плюс еще мелкие сын или я тоже уронил в общем это было громко и было очень плохо для карандашей потому что мы налиты вот что с ними происходит если они падают как плохой пример для вас потому что они ломаются особенно вот посмотрите на красный там еще вот его окончания в общем вот так они тверденькие они жесткие поэтому они падают когда там на пол особенность какой-то приличной высоты сразу все это разламывается из целых у меня осталось не так много честно говоря может быть вот это вот сиен как раз слава богу что она потому что ей чаще всего я пользуюсь вот этот мой любимый голубой тоже разломался их можно в таком виде конечно ставить вот в удлинял очки такие карандаши но все равно приятного мало да ничего не поделать меня на сам по себе падла как-то я его ломала и вот плюс еще сегодня это произошло поэтому с этими малышами уже сложно будет работать с этими кусками остальные плюс-минус как-то можно но конечно обидно и вот с одной стороны да такая ирония получается нам кажется что монолиты с ними мы будем работать долго потому что в них вот столько пигмента никакого деревянной вот это облаточки нет но с другой стороны если они падают то получается что что все срок годности можно считать у них завершенный ну ладно вот этот оранжевый принципе еще такой рабочий вариант когда он сломался я у него освободила часть его обладки и в общем доделывала когда рыжий добавляла на эту кошку сейчас можно сделать то же самое вот этот оранжевый цвет ну да оранжевым так и называется он чуть-чуть в красноту уходит и он нам здесь пригодится на самом деле на зеленом потому что с его помощью мы сейчас делаем с вами такую легкую легкую подложку растушую и он будет нейтрализовать зеленый цвет бумаги плюс они там вместе объединяться будет такой красивый оттенок для того чтобы мы потом могли наносить дополнительные цвета я как будто вот сейчас выбираю эту область с которой мы будем работать заполню ее оранжевеньким вот так вот его нанесу где-то вокруг вокруг глазок там где это необходимо вот так вот нанесем потом растушевочной палочкой на чуть-чуть растушуем причем вы можете попадать где-то и вот на черные оттеночки тоже чтобы они там вот объединялись это можно работать и когда по всей поверхности вы заполнили на мне чтобы именно этот кусок сейчас показать я наношу сюда дальше берем растушевку это я по моему фон растушевывала таким оттенком но нам подойдет в принципе цвет стараюсь чтобы были видны примерно мои набросочки где идут различные пятна то на вы на той чтобы потом я не потеряла вообще рисунок шерсти стараюсь сильно чтобы черный туда не попадал особо и также с растушевкой будет здорово от наших глазиков немножко вот этот черный цвет растушевать это позволит нам сделать их немножко более глубокими чтобы глаза более вот так вот натурально выглядели да то и чтобы вокруг них не был просто какой-то как обводка такой черный контур чтобы они смотрелись довольно мягко то есть вписанными во все окружающие особенно учитывайте то что сверху у нас поворачивает вот эта форма которая бровка назовем ее то здесь тоже должен быть такой объемчик соответственно затемнение ну вот вот такая область у нас с вами получается можно также чуть-чуть где-то на носике затемнить плюс рядом с глазиком который вот здесь слева находится немножко можно черную зону тоже растушевать вот тогда чуть-чуть сделать ее помягче так ну что давайте сделаем глаза наверно глаза делаются недолго да то есть остальная шерсть которая вокруг это все происходит намного дольше глазки довольно быстро здесь достаточно изначально выбрать плюс-минус такой подходящий цвет причем подходящий именно для светлых оттеночков вот видите у меня здесь как светящиеся зоны снизу присутствует поэтому я добавляю туда салатовый очень мне нравится замечательный салатовый оттеночек это он ты 0 51 да наверное он называется по моему вот здесь у них номера стоят с этим цветом полностью я заполнила всю нашу радужку где-то там чуть-чуть может быть пока побольше я вышла с зеленым обязательно аккуратно обрамляем зрачок и теперь то же самое можно сразу сделать другим глазиком потом там будем увеличивать кстати зрачок чуть-чуть но это будет корректировка уже с черным там происходить то есть сейчас просто я заполняю этим цветом ярким до без затемнений он останется у меня на светлых участках и можно будет дальше его скорректировать с другими зелеными да какие они могут быть могут быть вот такие прям яркие могут быть и чуть-чуть более приглушенные темные вот такой forest green очень распространенной derwent я часто использую он такой нейтральный поэтому его можно наносить на затемнение сверху низ я оставляю более светлым он будет более таким ярким и светящимся то же самое делаем с другой стороны другой глазик у нас в принципе более темный до такой более ну заполненный цветом он находится еще в тени поэтому там оттенок будет по плотнее так вот прям немножко наношу может быть где-то не сильно аккуратно да потому что потом мы будем все равно это распределять с помощью растушевки будем делать глазик более гладеньким более таким мягким вот это кстати уцелела который зеленый потому что он лежал в другом месте не самый наверное любимой да все-таки вот эти оранжевые желтые вот такой вот сиену малевича я использую чаще но все равно они идут не для какой-то конкретики а скорее просто для такого общего заполнения цветом но в то же время они могут пригодиться ну скажем в данном случае да вот такой вот он идет желтый средний он называется он такой на золотистый похож оттенок он будет неплохо смотреться с ярким зеленым который мы нанесли потому что глазки они такие довольно и в то же время и зеленый но все равно там присутствует немножко желтоватый потом плюс сама радужка нас такими вкраплениями можно сказать теплого оттеночка теперь с помощью растушевки при том какой-то вот темненькой да например где там вы работали с ней с каким-нибудь там черным или другим темным оттенком мы немножечко вот так затемняем верхнюю часть я получается забираю капельку темного цвета сверху именно от черного контура который мы делали немножко могу с растушевкой я скорректировать зрачок но тут будет зависеть от того сколько пигмента да мы нанесли если черного много то соответственно он позволит нам все это мягко мягкого так распределить то же самое делаем с другой стороны то есть затемняю сверху вот так вот специально чтобы глаза у нас не выглядели такими прям вот безумными чтобы спокойно кошечка смотрела вот чуть-чуть затемняю сверху и можно будет снова вернуться к черному черным нам нужно будет и немножко корректировать зрачок я вижу что он там побольше покрупнее прям какие-то огромные все-таки не хочу делать зрачки но постараюсь плюс-минус показать вот эту круглую форму и если когда мы наносили зеленый немножко где-то там зашли то тоже можем все это поправить для этого конечно ну такой все-таки острый карандашик нам понадобится дальше корректируем саму форму цветной части я вижу что она немножко поменьше у слизнячка то есть она более вот так закругляется наношу больше затемнения в уголок то есть параллельно еще чуть-чуть проверяем то что я наметила потому что всегда возникают какие-то моменты да где там плюс-минус миллиметр что-то есть какие-то отклонения и стараемся это все поправить немножечко также черным я выхожу за пределы и как бы добавляю объема будущего на форму брови чтобы глазик опять же он оказывался вот так вот погруженным туда дорабатываем вокруг моментики и с другим глазом сейчас то же самое сделаем смотрим что он у нас более кругленький будет потом мы чуть-чуть по контуру проходимся делаем контур вот таким вот более четким по размеру тоже есть ощущение что можно чуть-чуть вот так вот под сократить глаз заодно сделать его покруглее еще немножко затемнение сверху чтобы там черный прям был явный чтобы он был темный темный сверху тени больше и на зрачке и на самом глазике то есть и на радужке на зрачке я имею ввиду а серединку если вы заметили я специально стараюсь оставить такой относительно не заполненный цветом потому что туда мы будем добавлять более светлые оттенки пока что с черным еще в принципе есть работа можно немножко так вот легко еле касаясь цветом пройтись по более плотным участкам то есть посмотреть где мы там не затемнили саму радужку это добавит еще больше блеска такого больше объема и наверно потом добавим еще какой-нибудь теплый туда с коричневатым оттенком потому что сейчас вот они все-таки более такие зеленые на данный момент смотрится немножко какого-то коричневого не хватает могу капельку вот такого красно-коричневого таракотова даже без сказал добавить это у нас 24 номер бронзила из набора меня был набор ну есть вот они так расформированы 24 цвета бронзил тоже красивые теплые оттеночки там присутствует я до обращаю просто на это внимание потому что чаще работаю именно вот с такими какими-то натуральными оттенками поэтому они очень ценятся если они прям такие классные этого в принципе что касается теплого нам достаточно может быть каких-то супер таких ярких акцентов хочется добавить возьму вот такой вот желтый от бронзила прям такой не то чтобы лимон на что-то среднее между ярким лимоном и желтым среднем вот такой оттенок можно его добавить вот вниз на зеленый парочку каких-то вот таких точечек пятнышек заодно показать что там у нас больше блеска будет так и сейчас вернемся снова немножко нашему зеленому скорректирует чуть-чуть прямо такой остроты добавлю форму зрачка чуть-чуть скорректируем я все-таки капельку хочу их сделать ну то есть чуть больше все-таки радужки показать немножко очень кстати вот у меня есть тенденции я стараюсь более не стараюсь так получается что у меня более какие-то вытянутые такие глазки поэтому вот я себя проверяю чтобы я снова возвращалась к такой округлой форме потому что всегда вот этот внешний угол вот у меня какая-то тенденция я стараюсь его сделать длиннее в общем замечаю за собой эти моменты и стараюсь как-то корректировать снизу тоже можно чуть-чуть затемнение добавить побольше у нас с вами такое конечно получится долгое видео но видите в режиме реального времени то есть все как происходит на самом деле обычно так но обычно конечно еще на что-то постоянно отвлекаюсь сейчас стараюсь естественно этого не делать так и с этим вот очень вытянутым внешним краешком как можно бороться да как я обычно это делаю то есть чуть-чуть с помощью светлого я потом могу вот так вот взять и скорректировать эту форму то есть чуть-чуть лишнее убрать там где у меня там черный немножко лишний будет принципе вот такой яркий желтый сейчас работает неплохо потому что у нас есть и подложка оранжевая до цвета будут объединяться перемешиваться поэтому вот такой тоже будет неплохо смотреться это отставила вот такой он не то что знаете уже какой-то и не желтый и не светло-желтый не бежевый такой как вот палевый оттеночек натуральный желтый я бы сказала очень неплохой у меня такой же еще был светлый прям светло-светло-желтым быстро закончился вот такие светлые оттеночки они тоже очень хорошо заходят с тем же можно потому что он довольно нейтральный пройтись вот на светлых участках он очень какого-то яркого цвета не будет давать но можно смягчить будет необходимые зоны так пока я не ушла там вокруг шерсти давайте мы им доделаем сам зрачок самый распространенный вариант как я обычно делаю я добавляю синенький вот особенно какой-то яркий то есть у меня вот этот синий от фабрика стал служат именно для этих целей я его добавляю в середину чтобы был такой холодный оттенок он и насыщенный и темный хороший такой цвет и потом уже на него я могу с помощью серого серый можно взять любой у меня вот это тоже бронзил из набора там неплохие два серых один уходит в холодненький вот этот как раз а второй там он более такой теплый такой как французский серый называется да он такой серый немножечко как будто с коричневым и получается цвет такой немножко вибрирующий да где-то у меня видите с холодным он синим больше перемешался где-то с черным и получается красивое свечение серединке то же самое сделаем с другим глазиком это нужно для того чтобы показать объем который есть и на зрачке потому что цвет черные блики там тоже конечно есть но они такие довольно приглушенные должны остаться если блики вдруг у вас получились слишком яркими например слишком четкими четче чем нужно вы можете с растушевкой вот так вот это смягчить но все равно вот это свечение вот этот объемчик посередине зрачка он будет оставаться вот такие зрачки у нас получаются но дальше самое приятное давайте поработаем со светлыми участками и с бликами смотрим где у нас самые яркие свечения на радужке буквально там вот несколько таких точечек можно добавить плюс конечно сами блики для этого подойдет острый и яркий белый карандаш либо мелок если карандаш и у вас не достаточно яркий это тоже кохинор и здесь его полностью уже не видно потому что он стал маленьким это белый угольный карандаш и кохинор они продаются наборами на маркетплейсах по три штуки вы мне его рекомендовали и я его очень хорошо использую на самом деле он такой жирненький он мягкий он яркий прекрасно себя ведет на постельмати то есть вместе у них получается очень и очень такое яркое сочетание и даже по уже довольно большому готовому слою он ложится очень насыщенно можно и меньше нажимать да и он тогда просто будет осветлять нужные нам зоны вот например как на зрачке то есть не будет сильно яркий цвет давать можно надавить на него и тогда он даст нам вот такие яркие блики сейчас чуть-чуть может быть здесь по бликам посмотрим я его для других участков используем для ярких свечений которые идут на шерсти я знаете как делаю я сначала добавляю вот так вот ярко белый особенно если вижу что прям какие-то очень-очень такие светящиеся области присутствует и потом я покрываю вот этот белый цвет уже с помощью нужного мне теплого оттенка например оранжеватого какого-то либо таракотового то есть мы сейчас создаем так будто бы тон а потом на этот он добавляем цвет как раз сейчас сейчас так и будем делать вокруг глазика тот который слева да у нашей кошечки это правый глазик я добавляю светлый цвет карандаш это довольно ярко работает поэтому я могу с одной стороны такую плюс минус сделать четкую линию до с другой стороны получается и мягкое нанесение в то же время поэтому шерстка такая мягкая получается пушистая до чуть-чуть поработаем с левой стороной там будет небольшое конечно объединение происходить из подложкой с оранжевой но все равно белый будет довольно заметен сейчас у нас получится более яркий цвет более белый скажем так цвет чем нужно дальше я его буду уже корректировать добавлю на него нужные мне теплые оттеночки тут будут хорошо кстати работать монолиты от малевича некоторые так их ругают что они такие вот все не яркие все это так вот что они мыльные но я знаете как считаю что нужно просто грамотно уметь использовать разные бумаги разные карандаши все она как бы очень все неплохо просто в нужное время в нужном месте до подбирать эти оттенки и каждый карандашик практически любой за исключением каких-то очень очень плохих будет работать хорошо просто если использовать его в нужные моменты да так ну понятно что про белые да не необходимы яркие бывают в любом случае вам будут нужны яркие белые карандаш и не только вот именно такие например как ухинор который как аналог скажем так дженералс до прям яркого яркого белого карандашика который было проще раньше получить чем сейчас сейчас тоже есть просто стал он подороже так ну вот скажем видите я выбрала вот эти светлые участки и потом чтобы мне нужны тон на них добавить то есть сделать их более подходящими по цвету я беру например вот такой но я бы называют золотистый про себя да так он на желтый средний называется в наборе но для меня это какой-то он золотистый такой не то что же между что-то желтым между желтым и оранжевым скажем так и получается наши белые участки яркие они остаются просто мы их чуть-чуть с вами корректируем по цвету и за счет этого получается тоже такая красивая вибрация пятнышки шерстка она более такая неоднозначная более разноцветная больше оттенков получается интересней смотрится чем просто мы бы одним цветом с вами все закрасили да и я добавляю вот такие вот яркие нюансы туда стоит кстати погрузиться нам с ним немножко черный цвет чтобы там тоже был рыженький и что касается более таких насыщенных полосок как раз про те про которые мне тогда заказчик говорил что прям вот они поярче вот они прям более оранжевые туда мы можем снова вот такой вот оранжевый моревич добавить который в обычной ситуации но очень яркий но здесь он будет смотреться нормально потому что будет со всеми со всеми слоями перемешиваться и в данном случае я его добавляю он будет знаете как такая подложка для последующих оттенков потому что это еще не совершение понятно то есть будут еще слои слоев в принципе много и потому что как раз пастельмат может это выдержать много слоев но относительно тоненьких конечно мы вот можем себе всю эту красоту позволить и заодно смотрю где там еще у меня можно добавить такой рыжеватый цвет то есть он будет светиться он будет как раз вот эту вот яркость давать оранжевому цвету тоже чуть-чуть можно его где-то там добавить в черненький потому что не стоит какие-то очень желтоватые оттенки мешать с черными тогда у вас может получиться вот как здесь немного такое ощущение какого-то зеленого оттенка что будет нехорошо потому что зеленая кошка нам не нужно да вот вы такой рыженький мы добавили что мы сделаем дальше да то есть дальше мы можем либо проработать с темными побольше либо наоборот со светлыми я начну со светлого тоже один из любимых прямо такой хороший карандаш чуть-чуть конечно жестковат немного бы его сделать помягче но зато за счет этого он дает такую тоненькую линию четкую это faber каста и он какой давайте посмотрим 103 получается оттеночек довольно долго он служит и опять же мы про это с вами говорили faber они часто довольно такие жесткие хотя зависит от пигмента какие-то коричневые они знаете очень у них даже мягкие бывают но как-то вот по моему опыту я смотрю светлые оттенки они такие прям вот жестковатым вот этот он прям довольно жесткий но с ним можно так вот причесать скажем всю форму то есть направить волоски в нужные стороны где-то немножечко осветлить он не будет какой-то прям уж очень пигментированный но он поможет нам просто корректировать какие-то вещи с рыженьким он тоже неплохо объединяется поэтому он для какой-то вот такой четкости для прорисовки подходит с ним мы же можем попасть в серединку немного так вот проредить темные участки то есть на будущее да я заранее продумываю что вот потом в этом местечке я буду добавлять снова темный цвет то есть и черный и коричневый темно-коричневый тоже будем добавлять чтобы очень такой глухой цвет не смотрелся и он в общем такой как вспомогательный назовем его так красиво с другими перемешивается четкий контур дает направление волосков можно обозначить где-то если очень яркий рыжий него можно подобрать и опять же сейчас мы чуть-чуть как будто больше делаем светлого потому что следующий слой мы будем делать уже с темным и посмотрите что я не опускаюсь очень низко к самим глазкам если я делаю зону там где у нас бровки идут я все равно где-то вот останавливаюсь либо просто нажимаю не так сильно чтобы у нас вот этот переходик он образовывался я имею ввиду чтобы глаз он был все равно такой вот мягко-мягко посажен в основную форму чуть-чуть осветление делаю рядышком то есть снизу также можно показать где там светлые участки находится уже под глазками то есть потихонечку мы вот делаем заполнение всех этих зон можно чуть-чуть опуститься на участок носика опять же да это прям не не завершающие какие-то моменты это такая вот подготовка получается что мы меняем вот так светлые темные светлые темные и за счет этого в конце образуется как раз такой какой нужный результат получается и нужные оттенки и плюс детализация волоски светлые темные на нужных местах и так далее чуть-чуть еще осветление давайте сделаем с правой стороны также есть довольно яркая рыженькая полоска справа и и мы подчеркиваем добавляя светлые наверх здесь еще красиво вот так наверх они поднимаются волосинки становятся более длинными кстати да потому что ближе к ушкам волоски они длиннее центральной части лица мордочки точнее они более короткие краешком там где щечки там где форма поворачивает по бокам там они тоже становятся более длинными и вот так вот немножко поярче почетче и обозначила полоску то что она более темненькая с ней рядом я добавила вот такой вот светлый так хорошо давайте сейчас наверное единственное чуть-чуть у так поблагороднее сделаем полоски которые яркие чтобы они не были прям такими супер рыжими поэтому я чуть-чуть более сложный цвет на тоже насыщенный добавлю мы его использовали тоже бронзил это 24 он таракотовый он немножечко как будто такой размыленный оттенок то есть он бы мог быть более таким концентрированным как яркий коричневый faber касту который кстати я опять куда-то потеряла вот он у меня опять теряется но я вот искала его когда делала еще предыдущий портрет этой же кошки в общем не нашла и но без него как-то работаю нормально хотя он дает и коричневый и яркий и темный цвет в то же время как вот некоторые мелки но нормально без него и там обошлась конечно и вот чуть-чуть вот так чуть-чуть поприятнее поблагороднее эти рыжие оттеночки делаем если нужно будет затемнить просто наверх добавим чуть-чуть где-то коричневого на эти области из коричневого кстати тоже очень хорошие фаборов как-то вот намного фаборов именно у меня с этой кошкой пошло то есть у каждой кошки свой набор карандашей получается он довольно темный но пигментированный четкий карандаш и поэтому его можно легко легко добавлять для затемнения чтобы сильно нам в какую-то темноту не уходить просто вот этот рыжий цвет где полосочки по бокам полосочки которые идут сверху над глазками их мы чтобы сделали немножко более такими глубокими более благородными по цвету чтобы оранжевый не был прям очень насыщенным но все равно чтобы яркость сохранял поэтому вот такие сочетания здесь получаются так немножечко добавлю еще сверху сверху мы потом вообще будем переходить на более плотные оттенки здесь прям как такая относительно четкая линия идет между светлой зоны и темной который идет сверху эта фотография еще более темника и поэтому на ней прям это заметно довольно сильно с ним же мы можем обозначить начать обозначать скажем так темные моментики штрихами которые находятся на переносице нас сильно с коричневым не увлекаться потому что конечно там все-таки больше будет работать черный цвет черный и один такой темно-серо-коричневый сейчас тоже покажу он такой стал прям как находка для именно вот похожего окраса очень мне понравился а вот этот он знаете такой подготовительное чтобы сильно какой-то серый темной грязи не получалось потом в наших штришочках с ним можно прям легко легко наметить поэтому ведь у меня много оттенков обычно бывает и но и так и хочется делать хочется чтобы было по разнообразнее по цвету потому что не то что там просто три карандаша каких-то до 2 милка и все нет то есть цветов хочется добавлять туда побольше чтобы рассматривать тоже потом все это было красиво чтобы красиво наша кошка смотрелось это потом уже вниз тогда уйдем я просто еще помню что она чуть-чуть порыже чем на фото потому что на фото я сейчас смотрю она более желтенькая а при естественном свете я помню что она более рыжая именно то есть эти полоски они прям более такие рыженькие так давайте теперь перейдем на хотел сказать черное это будет почти что черный цвет очень классный так может быть он прям как черный выглядит на камере на самом деле это знаете как смесь такая черного темно-серого и коричневого все вместе прям вот очень очень классно для этого цвета для цвета вот затемнением которые вы здесь который почти что черный но как бы с оттенком в общем очень его оценила это он какая-то была случайная покупка но хорошо он зашел и получается что 175 он да вот почему они эти четыре цифры пишут потом 3 это наверное как подразделение этих карандашей а тоже ну сами номера цвета так ну и вот я его в принципе неплохо более-менее заточила сейчас попробую посильнее его использовать чтобы вы увидели что он как раз вот такой какой-то средний то есть и затемнением и четкость и не то чтобы прям очень черный черный то потом мы еще успеем на самое затемнение добавить но он очень здорово идет особенно вы знаете когда смотрите что но не про мне чисто черный до цвет не именно это кошки там вообще бывает то есть есть какой-то оттенок вроде есть какой-то потом черный может слишком какие-то серые моменты давать вот такого цвета карандаш и очень хорошо хорошо влажаться во всяких таких местах так и с ним проходимся уже побольше по затемнением наверное не буду сейчас ближе к носику уходить именно вот вниз да я постараюсь все-таки плюс-минус доделать зону на переносице выбираю острую сторону карандаш к и такими вот длинными точками не ставлю чтобы были заметны уже такие штришочки чтобы она становилась более четкой а потом сможем взять черный и еще разочек сделать уплотнение которые самые самые темные будут теперь немножко над глазиком и смотрим где вот там упустили возможно да какие-то затемнения темный он не просто добавляет какие-то нюансы он то же время может немножко сделать пушистые светлые оттенки вы как будто вот извне можете выходить с ним и корректировать светлые зоны то есть опять же вот такая работа с двух сторон со светлой из темной получается и немножечко вот так себя проверяю по пятнышкам потому что какие-то упущения были то есть нужно будет чуть-чуть корректировать где-то небольшие затемнение с левой стороны будут происходить и вот в чистом виде давайте сейчас вам покажу то есть как он получается он получается вот прям видите такой как будто такой горький шоколад скажем так в то же время не не очень коричневый как будто из чуть-чуть сереньким но такой черно-коричневый можно сказать очень хорошо про мне очень понравился может быть конечно и чуть-чуть бы помягче хотелось но тогда вы может быть и четкости такой не было поэтому все хорошо с ним ну вот а дальше дальше уже можно будет прям за черный черный и посмотреть где мы там с ним с предыдущим цветом где-то не дожали где-то не добрали темного оттенка особенно снизу нужно будет еще добавлять слои делать потемнее по плотнее вот так так ну что сейчас еще немножко наверное поработаем и будем закругляться но именно с видео так то понятно я это доделаю вы сможете готовый вариант увидеть в социальных сетях этой кошки портрет я обязательно выложу бывает что знаете какие-то секретные комиссии которые нельзя сразу показывать пока они не прибудут владельцу и это показывать можно поэтому прям вот можно будет скоро скоро ее увидеть ну что я буду дальше продолжать тогда затемнять еще разочек проверю обязательно когда рисуйте смотрите с большего расстояния привставайте над работы делайте перерывы поэтому потому что можно засмотреться и там уже чего-то наградить до чтобы на все соответствовало фотографии нужно немножечко так где-то абстрагироваться и посмотреть заново на рисуночек кому интересно еще дополнительные да там уроки по пастели вы знаете что всегда их можете найти я прикреплю ссылку на сайт поэтому смотрите онлайн уроки онлайн курсы по пастели по акрилу там тоже появились и ну что все буду тогда заканчивать я надеюсь вам понравилось это видео и даже такой небольшой кусочек он был полезен вы узнали для себя что-то интересное что-то новое ну а мы с вами увидимся в следующих видео пока пока